Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Добрый день, в эфире действительно программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько, и напротив меня продюсер, творческий деятель Руслан Мамедов. Это его «Особое мнение», вы сегодня будете слушать. Добрый день, добрый понедельник. Здравствуйте, радиослушатели «Эхо Москвы» в Кирове. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Руслан. Ну, понедельник не очень добрый. И те темы, которые мы обсуждали на выходных, я чуть-чуть отодвину на попозже. А мы хотели поговорить и о авиатском променаде, и о других вещах, потому что очень активно в Фейсбуке обсуждалась эта тема. Начнем все-таки с недоброй вести, с трагедии в Карелии. Следственные органы задержали 19-летнего вожатого. Он работал инструктором в лагере «Сян-на-Симозере», где в эти выходные произошла страшная трагедия, и погибли 14 человек, из которых 13 детей, вот кого нашли. Вообще 14 детей погибло, но, по-моему, одного человека еще не нашли. Кроме этого парня задержан директор лагеря еще несколько человек. И сейчас все обсуждают, кто виноват и что делать. Безостановочно на любых каналах. Вот ты считаешь, что этот 19-летний инструктор виноват? Я считаю, что... Человек, который ходил в этот поход. Да, конечно, грустная вещь, честно говоря. Я, так сказать, краем уха слышал, потому что действительно такие выходные славные. Выдались навядки, все были на дачах там. Я заходил в интернет, поскольку сам был в Фейсбуке, и хочу, конечно, выразить соболезнования, так сказать, ну, просто в эфире всем. Это очень страшная трагедия. Я считаю, что отчасти эта тема грустная, она перекликается с первыми двумя. То есть это вопрос ко мне, как к вашему сегодняшнему визави, который пригласили. Я считаю, что вот мои сегодня, мои конфликты внутренние, о чем я размышляю, о чем я думаю, лежат в области человеческих отношений в принципе. То есть есть какие-то формуляры, есть какие-то инструкции, есть какие-то регламенты. И там, скорее всего, они тоже были. Они были подписаны. Вероятно, там были спасательные жилеты. Только они лежали где-то в углу. Вероятно, нужно было сделать какое-то по погоде, какое-то упреждение по погоде. То есть не надо было выходить. Понимаете? Но вот пренебрежение сегодня, скажем, вот этими всеми сегодня системными какими-то конструкциями, которые выработаны, будь то там инструкция, будь то договор даже какой-то. Вот давай мы с тобой договорились, да, и вот вы не замечали, когда ты с человеком договариваешься, а потом на завтра человек просто съезжает с каких-то договоренностей. А почему? А вот потому что так. Вот сегодня я считаю, что вот в области человеческих отношений присутствует настолько какая-то, знаете, фаталистический какой-то вот, пофигизм такой, что даже самыми, в прямом смысле этого слова, хорошими, так сказать, мыслями может быть выслана дорога в ад, как вот писал великий философ. Поэтому я думаю, что там вся система отношений рухнула. И начиная от директора, от каких-то там надзорных органов, от 19-летней парня, он стрелочник, вероятно. Непонятно, как он туда попал, какое у него есть резюме, как его... Так что я думаю, что это только исключительно в области человеческих отношений лежит. Это преступная халатность. Ты имеешь опыт на протяжении многих лет работы с детьми, в том числе и в лагерях. Скажи, пожалуйста, насколько строго отбираются, может быть, ты можешь даже сравнить раньше и сейчас, в принципе, отбираются сотрудники, вот вожатые, инструкторы разного рода. Как это все происходит? Ну, конечно, не проходят они, извините меня, там, сказать, как в кремлевском отделе или в первом отделе, или там где-то в шестом, не знаю, в девятом, какой-то там тест на полиграфии и так далее. Они действительно проходят. Вот в данный момент мы начали работать с педсоставом строительных отрядов Кировской области. Это ребята, которые в течение года или двух лет занимаются в школе вожатых. То есть мы за ними наблюдаем, мы их видим, они помогают нам. Но это тоже, ребят, попадая в определенные условия, честно говоря, вот те навыки и те знания, которые они приобретают, они могут отойти на второй план. На первый план могут выйти человеческие модели поведения, понимаете? Вот я вам так хочу сказать. В прошлом году в наш лагерь, под Кировом находится лагерь «Луч», приехала группа организованная очень таких маститых, именитых, будем говорить, там, спортсменов, которых я очень уважаю. Это просто кузницы чемпионов Кировской области, да. Но у них настолько своеобразная система внутри отношений, настолько своеобразная именно человеческих отношений. Что ты имеешь в виду? Ну, будем так говорить, время препровождения, так сказать, этого педсостава, оно, ну, мягко говоря, альтернативное тому, которое бы мы видели конкретно в пионерском лагере, и представляем об этом, да. То есть у них идет процесс там тренировок, у них идет процесс там каких-то своих вот историй, да. Но во всем остальном это люди, которые ведут себя так, как считают нужным вести, и как бы предлагают определенную систему отношений для, в том числе и нас, как руководителей лагеря. Это очень завуалировано. Я просто не хочу никого обижать. Я понимаю, но что ты конкретно имеешь в виду? Они пьют, курят, безобразничают. Конкретно в виду это такое альтернативное поведение. И поэтому, если альтернативное поведение в данном случае, в этой трагедии, имело место быть какое-то... То есть не по инструкции. Не по инструкции. И не так, как себя должно вести, когда ты работаешь с детьми в пионерском лагере. И это все прекрасно понимают, потому что нельзя себя вести, условно говоря, у себя на кухне, когда приходят гости в одном контексте, да. А когда ты работаешь с детьми, особенно с подрастающим поколением, а у тебя их много и гораздо больше всегда детей, чем взрослых, согласны? То есть на каждого ребенка не поставишь ни по одному взрослому. И тут нужна система отношений. Ну а когда я читал в интернете, что кто-то там мог отвлечься, кто-то просто мог пиво пить или заставить ребят варить кашу или что-то такое, я уже отзывов много прочитал. Но это преступная халатность и безалаберность полная совершенно. Этим людям там не место было с детьми. Поэтому рядом с детьми должны быть люди, которые понимают вообще, куда они попали и что они делают. Это первая гарантия того, что, по крайней мере, состоится то, что мы называем летним оздоровительным отдыхом. То есть, наверное, есть проблема того, что нет большого количества желающих, профессиональных, взрослых людей работать в лагерях. Зарплата-то ведь невысокая. Ну а вы знаете, раньше всегда так говорили. Мы знаем, зачем люди ездят в лагерь, божатые. Я вот, например, всю жизнь проездил в лагерь «Юность» в Ганино. Понимаете? Поэтому, когда меня спрашивают, где прошла твоя «Юность», я ничтоже сумняшись, говорю, конечно, в Ганино. И сразу встает все на свои места. Кстати, там же я нашел и жену. Это тоже объясняют многое. Поэтому у нас такая своеобразная семейка. Так я хочу сказать, что в Ганино «Юность» это был лагерь 20-го партсъезда. Раньше назывался так или так. И там вожатыми были ребята, которые в цехах работали токарями или кем-то еще и так далее. Вы представляете, что они там делали? Что они там, собственно говоря, как проводили время? Вот тогда была такая традиция. Почему? Потому что какая разница, где работаешь? Либо летом в жарком цеху, либо поехал в лагерь и заодно посмотрел за детьми. Вот такая была парадигма. Потому что после лагерей создавались семьи, на секундочку, как я уже сказал, между вожатыми. То есть они просто жили хорошей жизнью и где-то приглядывали за детьми. Сегодня, конечно, мотивация для того, чтобы поехать к профессиональному вожатому за 4,5 тысячи рублей, в комарьё, в детей и сегодня в такие драконовые обстоятельства, в которых сегодня находится летний отдых. Не каждый поедет, потому что тут должны быть такие ребята, которые готовы отречься от многих форматов времяпровождения. Я могу сказать, что наш друг, с которым вместе учились, Владимир Шабардиный, и же с ним на сегодняшний день... Полномочный по правам ребёнка. Да, да. Они в Кировской области сегодня выставляют достаточно жёсткие регламенты. Я не знаю, за другие области, но у нас, я вам хочу сказать, что мы очень с большим трудом сдаём лагеря комиссиям, сдаём и приезжают МЧС, приезжают инспектора по делам несовершеннолетних. То есть спрашивают, смотрят, не принимают, мы снова сдаём, понимаете? Опять не принимают, мы снова сдаём. Сегодня это очень сложный аспект. Я не знаю, как вообще в других там областях, но у нас, по-моему, с этим делом очень всё строго. Я надеюсь, что как раз в этом случае строгость она не помешает. Ну, а как ты думаешь, имеет ли смысл сейчас какие-то повторные проверки делать по нашей области, в том числе, например, персонал, который поедет в ближайшее время в крымский лагерь? Кошмарить лагеря. Вы знаете, очень грустно, что у нас в России все законы пишутся, конечно, кровью, потерями, невозвратными потерями. Это слишком будет сегодня, ну, очевидно, это, знаете, такой синдром хромой лошади, то есть, да? Наверное, этим надо заниматься постоянно, везде и всегда. И если сегодня с детским отдыхом начинает как-то коррелироваться такая формулировка, как предоставление услуг, потому что сегодня это, извините меня, коммерческое предоставление услуг уже во многом, и где наши все это дети и наши национальные приоритеты дети и святое детский отдых начинают вдруг превращаться в стандартное оказание услуг за деньги и имеют, к сожалению, регуляторы целесообразности, прагматизма, где-то надо сэкономить, где-то надо из одной шкурки сшить 8 шапок, понимаете? Особенно в тех лагерях, которые сегодня нам достались, потому что весь лагерный фонд сегодня в Кировской области, это практически все, что выстроено в 60-х годах, в 50-х. И я вам даже больше могу сказать, даже лагерь, например, если находился в хозведении, простите меня, лидера там отраслевого, например, какого-то крупнейшего предприятия, то хочется задать вопрос, вы не могли просто потратить хотя бы немного денег, чтобы, извините, поменять крыльцо? Мы занимаемся сегодня этим всем, но объяснений этому может быть множество, там не было денег, были деньги на другие вещи, но это не принимается. Поэтому сегодня, к сожалению, в мир вот именно капитализма такого, мы сталкиваемся с противоречием. Либо дети, это должна быть национальная политика и, скажем так, это государственное регулирование, государственное регулирование, исключительно государственная прерогатива, приоритет, но тогда государство должно на себя в полном смысле этого слова взять ответственность, в том числе и материальную, и на материальную базу, и на управленческие кадры, и на мотивацию тех, кто сегодня с нашими детьми работает. Либо это, к сожалению, сегодня коммерция, и когда есть коммерция, есть элемент где-то сэкономить. К сожалению, сэкономишь и потеряешь. Да, мы сейчас прервемся на короткий перерыв, после чего снова в особом мнении Руслан Мамедов. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение» у микрофона Светлана Занько, и свое особое мнение высказывает продюсер, творческий деятель Руслан Мамедов. Давай поговорим о том, о чем планировали поговорить, про колесо поговорим с тобой и не только. Я сразу своих слушателей отсылаю на сайт хакирова.ру, там выложен твой блог, который ты разместил в Фейсбуке 17-го числа, и уже у нас на сайте есть комментарии, а уж в Фейсбуке-то там целая полемика развернулась, и там длинные-длинные комментарии, там Антон Касанов так целую страницу текста написал. О чем речь была? Значит, Руслан побывал на собрании, которое организовал Валерий Крепоснов с презентацией «Вятского променада», проекта, который мы все не видели, сразу тебе скажу. У меня есть большое желание уже несколько месяцев его увидеть и понять, что он себя представляет, но мы его не видели, мало кто из моих знакомых видел, в общем, мы не очень понимаем, что там есть, но зато разговоров вокруг этого огромная куча, и куча копий сломана, и до сих пор все комментируют, и уперлось все в единственное, что вы смогли выдернуть оттуда журналисты, это в это пресловутое колесо. Расскажи, пожалуйста, что была за встреча, потому что, насколько я понимаю, там был полный одобрямс на этой встрече, презентации этого проекта. Конечно, как бы. Для кого она была сделана, на что направлена? Значит, сразу хочу сказать, что, знаете, со стороны так забавно смотреть, значит, на вятке обсуждают колесо, там, наконец-то, изобрели колесо, и вот мы там залипли, скажем так, на этой истории, да. Ну, колесо — это колесо, оборзение некое называют, да, обозрение, там, чертово, как хотите, так и называйте. Колесо — это часть проекта «Вятский променад». То есть Валерий Васильевич Крепоснов, наш бизнесмен, коммерсант, филантроп, меценат, кстати, человек, который сегодня закончил сферу активного бизнеса, как мы сейчас говорим, в реальном секторе экономики, решил там на имеющиеся свои средства, а у него их, их у него есть, на секундочку, да, решил как бы заняться, вот, ну, давайте так, в общем, назвать, так сказать, вятской историей, вятской стариной. То есть мы прекрасно понимаем, что это его такая самореализация после 50 лет, понимаете, он какие-то площадки делает под городом, там, Юркин парк, там, парк-холл, преображает какие-то кусочки города нашего, открывает музеи. И, мало того, он ведет достаточно большую работу в издательском доме, и действительно, за что бы он ни брался, видно, что это дорого, богато, достойно, очень серьезно. Вопрос, кому это нужно? Большая целая команда людей работает. Только ли Валерию Васильевичу или все-таки кому-то еще? Ну, вы знаете, Валерию Васильевичу не надо недооценивать. Его прагматизм, который позволил ему достичь больших высот и в бизнесе, и в других сферах деятельности, он присутствует и в этих проектах, безусловно. Поэтому человек, он не будет делать так для себя и складывать это все куда-то в пыльную полку. Он видит развитие своих проектов. Он не просто видит, он знает его, потому что это просчитано, это подход очень прагматичный, научный, серьезный, компетентный подход. Это целая большая команда специалистов, которым он имеет право, кстати, и возможность платить. Это как раз не тот случай, когда инженер у него работает за 13 тысяч рублей, понимаете? То есть там работают сливки, это такая своего рода силиконовая долина такая. Вот все, что ты сейчас сказал, это для того, чтобы подтвердить, что проект «Вятский променад» достоин того, чтобы быть воплощенным на площадке нашего города. Да не то, что достоин, это просто для нас большое счастье и радость. Такого, ну, чуда не могло такого случиться. Он же мог, по большому счету, свои деньги собрать, там, реализовав свои бизнес-проекты, в прошлом, удачно, как бы, продав их, он мог просто собрать деньги куда-то, либо уешать, либо... Объясни мне тогда, пожалуйста, почему 50 горожан, как ты сказал, присутствовали на презентации, и почему до сих пор его нет в общем доступе? Так, чтобы побольше людей ознакомились. Ну, давайте начнем вот с чего. Вообще, в принципе, я считаю, что положение вещей у нас последние 6 лет, я наблюдаю, оно неправильное. Что в стране, что в Кировской области, что, в принципе, во взаимоотношениях человек, инициатор или группа людей, тире, гражданское общество, общество или люди, для которых, кстати, они это все и делают. А потом они говорят же, мы же для людей. Ну, там они еще другое говорят. Я не буду спрашивать, где ставить мой холодильник, например. Ну, об этом я тоже вам скажу. Я считаю, что Валерий Васильевич тут вместе с нашим премьер-министром, так сказать, дунул не туда просто. С самим Медведевым? Ну, а Медведев, вы там держитесь, у нас денег нет, понимаете? Ну, каждый человек может дунуть не туда, понимаете? Ну, бывает такое. А потом Владимир Владимирович же, он обсуждал Медведева и говорил, что он не то хотел сказать. Так и Валерий Васильевич тоже не то хотел сказать. Но люди зацепились. Толпа зла, толпа зла. Как ты его понял? Сейчас, давайте закончу первую мысль, а потом с холодильником. Потому что, знаете, я там как главный по холодильникам в прошлом, я понял, что вы мне должны были спросить об этом. Уже нет, так сказать, почил в бозе квадрата, я все равно с холодильниками должен тут разбираться. И с ними разберемся, окей. Значит, система следующая. Нужно просто поменять действия во времени совершенно наоборот. Вот на Востоке есть такая пословица. Женщина не может забеременеть, если она еще девственница, да? Вот все наоборот сделайте по-человечьей. Сначала покажите, расскажите людям, презентуйте, пообщайтесь, смоделируйте. Встретьтесь, допустим, и с теми 50 людьми, которые к тебе лояльны, понимаете? И встретитесь с двумя, тремя, четырьмя людьми, которые на моем сайте в блоге пишут абсолютно разумные вещи. Этот же Касанов, правильно? Заметь, без наездов. Этот же ворон. А им не надо ничего наезжать, потому что люди компетентные. Понимаете? Они очень компетентные люди. Вы встречаетесь с компетентными людьми. Потому что компетентные люди никогда не будут одиозно стоять, не пущать и все, понимаете? Они не консервативны. Компетентные люди всегда требуют к себе убеждения, уважения в первую очередь, признания как такового и диалога. Поймите, сначала нужно делать диалог, а потом что-то уже реализовывать. Потом в противном случае людей бесит вот что. На сегодняшний день 3-4 человека, допустим, власть придержащих, где-то там не обязательно в своих серых кабинетах, а в каком-нибудь фешнебельном отеле или в ресторане, что-то трут, мнут, как говорит сегодня фольклор вятский, да? На троих, на четверых решили, там, в зависимости от того, кто четвертый, кто пятый. Объясни мне, пожалуйста, вещь, это обсуждается с зимы. А потом... И ты говоришь, что Валерий Васильевич, безусловно, человек умный, компетентный. А он что, почему он не встречается с этими людьми, которые ведут общественное мнение? Вопрос, во-первых, к нему, я не знаю, природы, потому что... Он считает, не знаю, ниже своего достоинства с ним поговорить, что ли? Я сейчас бы как раз не хотел, скажем, обсуждать его психоэмоционально или там... Нет, ну ты можешь ведь какие-то версии выявить, потому что столько шумихи в прессе, есть действительно лидеры общественного мнения, и он собирает 50 человек, которые никто. После этой вашей встречи, встречи там в пятницу, когда, или в пятницу, ничего же не произошло в СМИ. Кроме твоего, поставь в Фейсбуке, никто так и не узнал про этот вятский променад, ничего еще. И, смотрите, я хочу сказать, короля играет свита всегда, он же тоже не один, понимаете? Рядом с ним сотрапы, в каком смысле? Не некоторые там, понимаете, а сотрапезники. То есть, вы понимаете, да, как филолог должен сказать, кто с ним рядом. Ну, то есть, судя по тому, что ты написал, они его выслушали и встретили аплодисментами, и тогда зачем? Нет, сейчас просто, понимаете, то есть должны рядом с человеком быть люди, которым он скажет, старик, а ты как думаешь? И ему должны сказать, Валерий Васильевич, вот я думаю, знаешь, надо как-то по-другому поступить. И тут два варианта. Человек либо выслушает и сделает, как хочет, да, либо он этого человека уважает и понимает. Но поскольку рядом с ним практически люди, которые, ну, с ним работают, он им платит, понимаете? Так или иначе, они воплощаются в жизни многие благодаря тому, что они у Валерия Васильевича работают, понимаете? Сотрапезники, они за одним как бы столом сидят и вместе со своим, так сказать, сюзереном, так сказать, собственно говоря, обедают. Ну, и очень сложно иметь критический взгляд. А потом такие пассионарные личности, как Валерий Васильевич, я его сравниваю однозначно с Петром Первым. Кидайте в меня томаты правды, кидайте, как мне сказал Андрей, мой друг в блоге. Очень мне понравилось это название. Ну, а как по-другому? Вы вспомните, пожалуйста, как сказал граф Кирилл Петрович Разумовский в знаменитом романе Пикуля «Фаворит»? Россию надо брать за чупрыну и тащить за собой к цивилизации? Ну, в таком случае, вот, если ты сравниваешь его с Петром Первым, то оправданы его методы и действия, что ли? А я вам хочу сказать, что история в личности и личность в истории России никто не отменял. Потому что если на сегодняшний день Валерий Васильевич, так сказать, не рефлексируя, все это сделает, реализует и успешно дальше, так сказать, вероятно, изобретя средства макрополуса, будет жить еще 300 лет или 400, да? То через 100 лет люди скажут, слушай, какой был человеческий. Ты сам себе не противоречишь сейчас. Ты, с одной стороны, говоришь, что делается все не по-человечески, по-старому. То есть сначала делается и потом спрашивается, если вообще спрашивается, вместо того, чтобы презентовать, спросить, а потом делать. И сейчас ты говоришь обратное, что нас спрашивать не нужно никого, потому что мы каждый раз будем сопротивляться, а вот тоже такой человек, у которого есть ум, деньги, средства, видение, сделать нас, осчастливить. И мы ему потом, спустя 100 лет, скажем спасибо. Так где же тут все-таки истина? Света, вы сказали сейчас, вот вы и я, мы все-таки претендуем на умных людей, мне всегда нравится к вам приходить. Знаете, для некоторых людей черно-белая история, да, в жизни. Вы и я, вероятно, мы претендуем с вами на людей, которые видят каждый охотник, желая знать, где сидит фазан, да? Ну, а я сейчас буду говорить о нюансах. Если вы претендуете на профессионала, а я знаю, Света, что вы профессионал, или я на профессионала, да? Я здесь вообще ни при чем, я здесь вопросы сейчас задаю. Ну, вот смотрите, интерес, мы должны уже понимать даже полутона переходы. Я считаю, что нужно совместить и то, о чем я говорил, и, безусловно, какой-то ненужной рефлексии здесь не надо, потому что у нас есть, в общем-то, еще и главенство закона, есть представительные органы. Люди каким-то образом представляют свои интересы через каких-то, будем говорить, агентов влияния, через посланников, понимаете? Кто-то представляет свои интересы, лежа на диване, понимаете? А кто-то, как Антон Касанов, кстати, не имея таких средств, как у Валерия Васильевича, делает гораздо, ну, скажем так, не меньше важные проекты, правда? Ну, ты имеешь в виду проект о пешком порядке. Да, читайте Гумилева, господа, есть пассионарная теория, понимаете? На мой взгляд, и Валерий Васильевич Крепостнов, и Антон Сергеевич Касанов для меня, так сказать, одного поля ягоды, безусловно, да? Но у каждого просто миссии и задачи другие. Вероятно, Валерию Васильевичу нужна точка опоры, чтобы он перевернул весь мир. Вот есть такие люди, и что дальше с ними делать? Вот хочет он это сделать. Но он хочет выстроить не завод по уничтожению ядерных отходов, там, например, на Вятской земле, да? То есть без разницы ему экология, он знает, что он миллион заработает. Он хочет создать такое лицо нашего города, которое будет через 100 или через 200 или 300 лет. Но для этого, знаете, что нужно... Ты мне так и не ответил. Я отвечаю. Твое мнение какое? Твое особое мнение? Нам надо показывать это лицо перед тем, как его переделать или нет? Я считаю, очень слабо вокруг него работает его, так сказать, пиар-служба и прочие дела. Нужно это было широко презентовать. Есть средства массовой информации, в том числе и его личные. Есть сообщество людей. Да вы знаете, честно вам говорю, вот, Свет, вы, наверное, много раз видели, как Стив Джобс и так далее презентовал свои айфоны и прочее. То есть человек выходил в своей черной водолазке, и люди смотрели не на него, а смотрели, что взади происходит. Можно в голограмме, можно все это красиво преподнести, показать, разъяснить людям, показать. Я вас уверяю, не один человек, вот, если спросить в сухом остатке, ты против того, чтобы наш город преображался? Никто скажет нет. Но у каждого есть мнение, как он должен преображаться. То есть он, не участвуя в этом ни деньгами, ни действиями своими, даст много советов. У нас по-прежнему страна советов. Да и бог с ним. Значит, надо выслушать все эти советы, понимаете, есть технологии, есть программы, есть, в конце концов, технологии, как работать с пожеланиями людей. И высушить и сделать то, что нужно людям. Но еще раз говорю, не надо заигрываться в сублимацию демократии, в сублимацию гражданского общества. И не надо заигрываться в то, что с каждым человеком ты будешь общаться, и каждый тебе человек скажет, что ему важнее, понимаете? Ну и как ты думаешь, такие намерения есть у Валерия Васильевича? Вот, например, ты же там высказывался на вот этом собрании 50 горожан интеллигентных, как ты говоришь, городской интеллигенции. В кавычках, потому что некоторые, как ваш покорный слуга, наверное, не совсем имеют право, так сказать, претендовать на это мнение. Ну хорошо, 50 самокритичных интеллигентов в кавычках, как ты говоришь. Ну да. Все-таки Валерий Васильевич будет действовать так, как он действовал. Лобового имеете в виду, да? Да, лобового. Или он все-таки прислушается. Я думаю, что он уже прислушался. Потому что время потеряно ведь, правда же? Потеряно время. Начало строительства. Колесо хотели сдать к дню города. Вы знаете, вообще эта традиция сдать к 1 мая, к дню города, это все... Ну всегда, конечно. Да, ну это не совсем это вообще. А во-вторых, когда мы говорим о вечности, ну какая разница, там 3-4 месяца, полгода. Ну так изменит он свою стратегию? За него я сказать не могу, но вот насколько я нахожусь в контакте, в диалоге, я вижу, что человек слышит, слушает. Во-вторых, это, наверное, впервые, когда возник такой прецедент, когда возникла такая волна. Человек как нормальный, разумный человек просто задумался и подумал, как теперь поменять в будущем. Потому что это не последнее, условно говоря, колесо. Ну не колесо, чтобы меня поняли, непрерыватно сейчас скажут, что наш весь город будет в колесах там, да. Это не последний проект Валерия Васильевича у него. Параллельно проходят много проектов, и не только на Вятской земле. Поэтому он, конечно же, сделает корректировки по поводу того, как взаимодействовать сегодня с горожанами, с гражданами, для которых, как он говорит, это все будет сделано. И какую роль он отведет, и какую роль отведет весь процесс этим горожанам. И кто будет представлять их компетентное мнение. Это особое мнение Руслана Мамедова. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, через две минуты вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько, напротив меня Руслан Мамедов. Это его особое мнение, вы сегодня слушаете. Коллеги с портала 7 на 7 написали новость такую, буквально до выходных. У ФАС по Кировской области нашло нарушение в госзакупке на оплату услуг певца Дениса Майданова. Напоминаем, Денис Майданов выступал на дне города вечером с большим концертом. Какого рода нарушения были найдены? Общая сумма всех закупок составила миллион почти 900 тысяч рублей. По данным СМИ, ссылающихся на пресс-службу администрации города, бюджет потратил вот эти 900, там поменьше. Миллион пошел из небюджетных средств. Нарушение в чем нашли? Это процедура торгов, я так понимаю, заключение договора, вернее, не торгов. Там выложили, вот этот договор заключили практически в день, когда Денис исполнял свои песни на площади города Кирова. Так я поняла это сообщение. И вот здесь тоже уже начинаются разговоры о том, что здесь есть коррупционная составляющая, о том, что вот, как всегда, денег заплатили слишком много. Да кто этот вообще Денис Майданов и кто его выбирал? Ну, как обычно, да? Тем не менее, УФАС нарушения находят. Есть ли здесь вообще о чем говорить? Ну, можно прокомментировать. Вы не забывайте, что у нас с вами холодильник на закуску остался. Да, обязательно. Если захотите. Вот вы сейчас говорите о том, что УФАС нашло. Вы по какому источнику это говорите? Я цитирую коллег с портала 7 на 7. Я как человек, который закончил... На запрос они озвучивают ответ на свой запрос. Я закончил Рудистскую Академию, конечно. И, к сожалению, я сейчас должен сказать, что в таких деликатных вопросах, пока я не увижу заключение УФАС, есть ли оно в принципе, понимаете, да? То есть я не могу этот источник считать, скажем, компетентным. То есть ты говоришь о том, что ты не уверен, что 7 на 7 верно излагает информацию, что они получили ответ от УФАС? Не уверен. Я не уверен, какой этот был по какому инсайдерскому каналу, не инсайдерскому, официально, неофициально. Если есть какое-то движение по поводу, так сказать, отдельно взятого действия, неважно, любого совершенно... У любого гражданина, например, у моего друга Сергея Косолапова, ему там привет, возникает сомнение, например, в чистоте сделки, если он подозревает, что тоже очень важно, корректно надо говорить, правильно, а не утверждать, да, что там откаты, причем называть какие-то цифры и прочие дела, потому что в этом случае человек реально людей обвиняет уже в деянии. Я не говорила сейчас про то, что писал Сергей Косолапов в Фейсбуке, я сказала, что УФАС по сведениям 7 на 7, ответив на официальный их запрос, нашло нарушение заключения договора и сроки. Иван Строй, вы знаете, Иван Петрович Строй, непосредственный участник сделки. Депутат, руководитель ДК «Космос», в первую очередь МАУ «ДК «Космос», который выступал заказчиком, через который это все проходило. Утром сегодня я ему позвонил, он сказал, что не было процедуры ни торгов, ни конкурса. Почему? Потому что единственный интересант, который выступил с предложением, это было ООО «Майдан», то есть напрямую деньги пошли, значит, менеджменту господина артиста Дениса Майданова, это ООО «Майдан» от его, так сказать, творческого псевдонима, там или фамилия, неважно. Во-вторых, эту сделку полностью курировало Управление культуры города Кирова и Марина Александровна Исупова. Люди абсолютно безупречной репутации, и я мало себе представляю, как они сидят, там, не знаю, Строй, Исупова, там еще кто-то, и обсуждаю, сколько им откатят. Я мало об этом представляю. Некоторые люди, вероятно, представляют. Вот это две точки зрения. И последнее, я спросил Ивану, друзья, скажи, пожалуйста, он говорит, ни одного звонка, ни одного запроса, ни от УфАС, ни от прокуратуры не было. Каким образом УфАС может сделать заключение, если оно не изъяло документы, не запросило, как минимум, и прочие дела? Я думаю, на этом можно закончить этот разговор, потому что, к сожалению, мы с вами на уважаемом радио сейчас ретранслируем такой вброс очень поверхностный, некомпетентный, а мне, кажется, он немножко такой... Я доверяю нашим коллегам 7 на 7, и раз уж там об этом речь зашла, то официальный документ мы у них запросим и опубликуем на нашем сайте. Если его нет, тогда опубликуется другая. А вот это, Света, правильный разговор. И вы внесете свою лепту, знаете, во что? В уменьшении, скажем, того культурно-информационного фона, который сегодня вообще, к сожалению, сегодня он существует, в контексте которого и колесо, и променад, и завтра любые какие-то действия и так далее людьми воспринимаются очень негативно. Вы понимаете, о чём я говорю? Ведь прав мой друг Антон Сергеевич Касанов, который говорит, что сегодня любое преобразование происходит, к сожалению, на фоне того, как мы теряем ежегодно, когда мы теряем ежегодно памятники культуры, архитектуры, дома и прочее. Понимаете? Фон очень негативный. И в этом негативном фоне, конечно, можно запросто даже найти чёрную кошку в чёрной комнате, даже когда её там нет. Хорошо. Я тебя хочу только спросить, чтобы развеять сомнения тех, кто обсуждает дороговизну или, наоборот, дешевизну стоимости услуг Дениса Майданова и его группы. Поскольку ты человек, который очень многое занимался, занимается концертной деятельностью, и ты знаешь примерно, что из себя представляют райдеры, что из себя представляют расценки музыкантов в данный момент времени. Вот стоимость концерта Дениса Майданова, которая укладывается в 1 миллион 898 тысяч 880 рублей, это нормальная стоимость? Это нормальная стоимость. Я знаю, что... Она из чего складывается? Она складывается из гонорара артиста, да, из его переезда. Причём, по-моему, эти же коллеги сказали о железнодорожном переезде, да, если я не ошибаюсь? Не знаю. Ну, там где-то раскладывали, да, то есть там даже железнодорожного переезда не было. Понимаете, когда люди говорят и не знают. Человек приехал из Симферополя сначала в Москву, из Москвы потом в Киров, фискировал обратно в Москву, потом в Симферополь, то есть там большая группа людей, были определённые технические требования, и технические, и бытовые. Это всё требует определённых денег. Значит, была в этой сумме процент на налоги, разумеется. И, конечно же, в этой сумме был заработок того человека, который взял на себя ответственность за весь этот процесс. Потому что ответственность, я вам хочу сказать, и примеров миллион этому, может быть очень простая. Какой-то сбой в программе, не вылетел самолёт, человек не приехал, или приехал позже, или, извините меня, такое бывало, значит, не подошла аппаратура, и человек отказывается. Эти все вещи были, это практика, я ничего не придумываю. А кто привёз Дениса Майданова, кто этот ответственный человек? Я скажу, что это, во-первых, ещё раз говорю, МАУ, Космос, которая стала заказчиком от городской администрации, платила напрямую, так сказать, артисту-менеджменту, а оказывал содействие в организации. Наш коллега, достаточно авторитетный человек, которого имя стоит большей репутации, очень состоятельный человек, я хочу вам сказать. И понимаете, это не его. Ну, я скажу, это компания Олди, они большие прокатчики по стране, и достаточно крупный финансовый холдинг. И мне представить, чтобы мой товарищ, извините меня, как-то по-босяцки хотел на этом городе и на этом проекте, знаете, срубить 70%, и всех коррумпировать, как выражается, опять-таки, один мой товарищ, который упоминал Серёжа. Ну, мне, как минимум, это странно слушать и знать. Это как минимум просто некрасиво людей обвинять в таком босяцком поведении. А во-вторых, просто я в теме, я знаю, сколько стоит этот... И хочу всем, кстати, сказать, наберите сайт «Артист Майданов», возьмите трубку телефона. Там расценки официальные. Там никаких расценок официальных нет, это не лицензированная деятельность, это не пирожки в кофейне или где-нибудь в какой-нибудь вкусняшке, в которой лежит 10 рублей пирожок, 100 рублей там тортик. Давай мы не будем сейчас в эту сторону ходить. Вы позвоните туда, потому что всё очень открыто. Позвоните и скажите, только не спрашивайте так, а знаете, а сколько стоил Майданов там вот в Кирове? Контрольную закупку провести. Да, сделайте контрольную закупку. Всё. Все вопросы сразу снимутся. Просто. Просто снимутся сразу все вопросы. Из первоисточника возьмите информацию, а не пользуйтесь какими-то сайтами, какими-то перепечатами, перепостами или вбросом изначально ложной информации. Ну, вот насчёт изначально ложной информации и то, что и новости от 7 на 7, это мы всё-таки проверим. У меня нет никаких сомнений, но тем не менее. Мы хотели вернуться к холодильникам. У нас остаётся буквально 3 минуты до окончания программы, поэтому тему, которую я хотела взять с тобой с платными парковками и другим благоустройством города, оставим на следующую нашу с тобой встречу, а к холодильникам вернёмся. «Холодильник», напоминаю, это история про то, что Валерий Васильевич Крепостнов высказался насчёт обсуждения гражданами, где поставить колесо, что типа, когда я покупаю холодильник, разве я спрашиваю, где его ставить? Я недословно... Правильно ты говоришь. Ну, вообще, конечно, это оговорка по Фрейду. Ну, конечно, люди серьёзные, и власть придержащие такие люди, отчасти иногда, конечно... Помните, как говорили, а ты не путай свой карман с государственным, да, в фильме «Кавказская пленница». Конечно, у них немножко смещаются, так сказать, какие-то там ориентиры в жизни. Конечно, отчасти они думают, что, ну, если не в прямом смысле он хотел сказать, что город — это моя собственность, я его купил там, и что хочу, здесь ворочу. То, конечно, где-то... Но повод-то какой он дал? Да, да, он повод дал. Ещё раз говорю, это как премьер-министр Медведев, вы там держитесь, у нас денег нет. Люди, не цепляйтесь к словам. Ну, человек сказал немножко, неправильно выразился. Он имел, скорее всего, в виду то, что это он является инвестором. И по большому счёту, если сегодня ничего не противоречит, ни государственные какие-то ограничения, ни законодательство, ни экспертизы по шуму, ни экспертизы по прочим делам, у них здоровенная папка собрана, понимаете, то по большому счёту сегодня он, как коммерсант, как бизнесмен, как человек, который пришёл и сказал, я хочу поставить условно, простите меня, то есть чтобы сейчас на меня не цеплялись, там, сравнил ларёк с колесом, да, то есть некий ларёк я хочу поставить здесь. Что мне в этом случае мешает? И если ему говорят, что здесь можно, то коммерсант будет ставить здесь, потому что здесь трафик, здесь начало. Кроме всего прочего, колесо — это и есть вятский променад в контексте, его нельзя отрывать. Вот человеку хочется, чтобы с колеса начиналась эта вся история. Тут вопрос в другом. Насколько это колесо, если оно встанет, будет мешать людям? Насколько оно будет морально их разрывать, да? И насколько будет мешать людям, которые находятся рядом здесь? Насколько это повлияет на транспортные потоки? Насколько это повлияет на потоки людей и прочих дел? Лично я пока не увижу, и пока не пойму, и пока четыре раза не поднимусь на это колесо зимой, осенью, весной и, так сказать, летом, и увижу свой любимый город с этой высоты. Я вот, честно говоря, не до конца понимаю, что я там увижу, вот, в целом, да? Но я увижу некий город, некий мой любимый город. Желательно, чтобы я не увидел там крышу драмтеатра ржалую, понимаете? Это тоже ведь вопрос. Это ведь тоже вопрос, понимаете? То есть поэтому я лично, А там газончик надо посеять на крыше драмтеатра. Моё мнение очень простое. Меня это колесо морально не разрушит. Я в этом противоречий не вижу. И если Валерий Васильевич договорится, если он сделает всё по-людски, как мы говорим, решит вопросы с жильцами, убедит как-то других людей, как-то попробует, может, не знаю, временно, поскольку конструкция временная, поставит. А он собирается с жильцами встретиться? Насколько я знаю, встреча так и не состоялась. Наверное, я считаю, что это правильнее всё-таки с ними встречаться и общаться. Я ещё раз говорю, я за диалог. Надо общаться и разговаривать. Поэтому, если сделает это, дай бог. Но надо всё делать по-людски. Руслан Мамедов, продюсер, творческий деятель. Это его особое мнение, вы сегодня слушали. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. Особое мнение на 101FM